Уважаемые коллеги, дорогая Елена Николаевна, мы очень благодарны вам и вашему отделу за то, что вы нам делаете сегодня подарок, абсолютно бесплатные, не спонсируемые сообщения на тему дилетационная кардиомиопатия у детей, новый взгляд. И отдел, которым руководит уважаемая Елена Николаевна Басаргина, традиционно, исторически занимается очень глубоко этой проблемой. Поэтому, Елена Николаевна, дорогая, вспомните ваших учителей, расскажите все новенькое, что есть у вас. Спасибо вам огромное. Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите сегодняшнее наше с вами общение начать. Тема, которую доверили мне сегодня представить – дилетационная кардиомиопатия у детей. Да, совершенно верно. Елена Николаевна сказала, что наш центр, как исторически сложилось, наверное, был одним из первых в России, где стали заниматься проблемой кардиомиопатии. И, так скажем, это, наверное, нужно обязательно сегодня вспомнить Василия Ивановича Сербина, который фактически является основателем школы кардиомиопатии, во всяком случае, в нашем центре. И, конечно, уже более 40 лет прошло с того момента, как были сделаны первые шаги в этом направлении. И сейчас мы уже, конечно же, имеем намного больше информации и более точное представление о характере этой патологии. Хотя, конечно, еще предстоит многое и узнать, но именно поэтому сегодня нашу лекцию мы назвали как «Новый взгляд». Потому что есть с чем Вас познакомить. Возможно, для многих то, что сегодня мы будем обсуждать, уже знакомо. И тем более тогда будет интересно нам с Вами пообщаться, подискутировать, задать друг другу вопросы. И вообще принять участие в обсуждении этого очень-очень важного вопроса. Я надеюсь, что в процессе нашего с Вами общения мы все с Вами придем к этому линию. Ну, хотелось немножечко напомнить, что кардиомиопатия – это достаточно такая тяжелая патология. Детская популяция ассоциирована с фатальным прогнозом. Около 40% детей с кардиомиопатиями подвергаются трансплантации сердца и погибают в течение первых двух лет после постановки диагноза. Процент детей, перенесших трансплантацию сердца, не снизился за последние 10 лет. И кардиомиопатия остается, наверное, самой частой причиной трансплантации сердца у детей. Причем, конечно же, данную характеристику мы можем дать в основном касательно Европы и Америки. И безусловно, вопрос о трансплантации у нас в стране сердца у детей пока окончательно еще не решен. Если немножечко вернуться к истории вопроса и вспомнить, какие определения вообще понятия кардиомиопатии в процессе исследования этой патологии мы встречаем. Одно из первых было дано основателю вообще этого направления в кардиологии и звучало это определение следующим образом. Кардиомиопатия, это группа болезней миокарда, подчеркнула неизвестные идеологии, но однозначно подчеркивалось, что не коронарогенного происхождения. В дальнейшем губинным дано было более расширенное определение, но, к сожалению, опять-таки же отчеркивалась неизвестность и невясность этиологии этих заболеваний. Более современные определения, касающиеся понимания кардиомиопатии, уже звучали в европейском и американском кардиологическом обществе. В 2006 году было дано определение, что кардиомиопатия – это неоднородная группа заболеваний миокарда, вызываемая различными причинами. Здесь уже, как вы видите, коммулировка несколько меняется и подчеркивается, что многие из этих причин генетические. Связано это заболевание с нарушением механической или электрической функции, что обычно сопровождается либо патологической гипертрофией, либо дилетацией желудочков. Если говорить о распространенности кардиомиопатии, то здесь тоже определенная эволюция существует. Так, например, касательно дилетационных кардиомиопатий, можно отметить, что в период 1975-1979 года прошлого столетия считалось, что частота встречаемости почти 4 на 100 тысяч населения. К 1980-1984 года представление несколько изменилось и уже цифра фигурировала на уровне почти 8 случаев на 100 тысяч населения. Если говорить о настоящем времени, то выявляемость кардиомиопатии считается как дилетационных, так и гипертрофических соответствует один случай на 250 человек. Поэтому, безусловно, в настоящее время мы не говорим, что это очень редкая патология, а наоборот подчеркиваем, что патология это частая и она нередко конкурирует с чистотой целого ряда онкологических проблем. И поэтому каждая встреча с вами, каждый раз обсуждение этого вопроса и привлечение внимания к этой патологии для нас, для кардиологов, очень важно. Если говорить опять-таки же о классификациях кардиомиопатий, то хочется подчеркнуть, что этих классификаций существует достаточно много. Они, конечно же, меняются в зависимости от времени и в историческом таком аспекте, конечно же, есть определенный прогресс в понимании этой патологии, что и находит свое отражение в кардиомиопатиях. Но, тем не менее, надо подчеркнуть, что даже сегодня мы говорим, что пока не существует той классификации, которую можно было бы обозначить как золотой стандарт. То есть все классификации, которыми мы сейчас пользуемся, все-таки мы понимаем, что это какой-то этап в понимании этой патологии и, конечно же, будет развитие и изменение этих классификаций в дальнейшем. Одна из первых классификаций, она была принята в ВОЗ в 1996 году и основные понимания кардиомиопатии, они, пожалуй, принимались как патофизиологической классификации, потому что там было деление на дирекционную, биографическую, перспективную, потом была включена рептогенная право-желудочковая кардиомиопатия и достаточно долго просвеживалось именно такое понимание вопросов кардиомиопатии. В 2006 году Американская ассоциация сердца предложила классификацию, которая, наверное, уже определенную ясность внесла в понимании этой патологии и с точки зрения клинического ведения пациентов и клинического деления этой патологии, и, наверное, в настоящее время пока, вот на сегодняшний день, является самой рабочей и принятой. Что здесь важно? Здесь выделяются кардиомиопатии, которые подразделяются, ну, вроде как, условно на две группы, первичные и вторичные. Что касается первичных кардиомиопатий, то как бы подразумевается, что здесь речь идет о поражении сердца, при том, что никакие другие группы и системы не вовлечены в этот патологический процесс. Если же говорить, что мы подразумеваем под вторичными кардиомиопатиями, то вкладывался такой смысл, что патология сердца, она является не самостоятельным заболеванием, а входит как бы в состав либо болезней обмена, либо каких-либо синдромальных состояний, то есть является составляющей какого-то системного повреждения. Относительно кардиомиопатий принято рассматривать их как имеющих генетическую природу, и причем гипотропическое, арифмогенное, право желудочковое и позже еще и некомпактный миокарт, они тактически отнесены в эту подгруппу, в то время как дилетационное, рестриктивное рассматривается как вариант возможный, что здесь какая-то часть, приблизительно 25-30% это опять-таки же генетической природы патологии, и оставшиеся они могут быть смешанной природы, допускаются такие воздействия, как воспалительный процесс, который, в общем, как мы с вами рассматриваем, как некоторые синонимы хронические миокарди, генетационные миокардиомиопатии, нередко мы рассматриваем это как одно и то же заболевание. Более поздний, в 2008 году, классификация Европейской ассоциации пардиомиопатии, некогда по-другому рассматривает эту патологию, но с точки зрения практического применения, пока эта классификация не нашла широкого, скажем так, широкого применения, и это связано в большей части с тем, что в обязательном рассмотрении этой классификации должно быть проведено генетическое исследование. Учитывая сложности, которые с этим сопряжены, то, в общем-то, пока мы не всегда, не во всех случаях рассматриваем именно деление по этой классификации, хотя, наверное, очень важно здесь следующее, что вот внесено в понимание кардиомиопатии. Ну, уже, скажем так, в 2008 году, но тем более в настоящее время, никто не сомневается о значимом вкладе генетической природы этой патологии. Но, помимо этого, уже понятно, что нередко кардиомиопатии они носят семейный характер, и изучение в этом аспекте данной проблемы показало, что даже когда в одной семье имеется одна мутация, у разных членов семьи могут быть различные, и введено такое понятие, как фенотип, фенотип и кардиомиопатия. А под фенотипами теперь вот рассматривается кардиомиопатия с гиперпрактическим фенотипом, кардиомиопатия с дилитационным фенотипом и кардиомиопатия с перспективным фенотипом. То есть здесь подчеркивается, что даже в одной семье мы можем наблюдать пациентов, имеющих разную геометрию сердца, и, соответственно, они по-разному могут болеть, и по-разному мы можем наблюдать разные исходы этого патологического процесса. То есть здесь подчеркивается на необходимость выделения семейных генетических вариантов, несемейных генетических вариантов, хотя в дальнейшем эти пациенты могут, имея один и тот же фенотип из одной и той же геометрии сердца. Классификация 2013 года. Это классификация, которая, опять-таки, сейчас пока еще не применяется широко, но, тем не менее, для научных исследований, для тех специалистов, которые занимаются кардиомиопатией, эта классификация, она, безусловно, очень интересна и, наверное, достаточно перспективна, и наступит, видимо, тот момент, когда мы будем ставить диагнозы в соответствии с предложениями в этой классификации. То есть по этой классификации предлагается ставить диагноз, используя вот такие характеристики, как морфопункциональный тип, как указывается при этом, если есть таковое, вовлечение органов и систем, подчеркивается генетическая или семейная патология, по возможности указывается этиология и, соответственно, дается характеристика тяжести сердечной недостаточности, то есть указывается стадия хронической сердечной недостаточности. Ну и еще раз вот я подчеркну, что здесь как бы как таковое уже используется, формулировка ставится кардиомиопатия на первое место, и следующий идет характеристика фенотипа – диагнозы, диагнозы, диагнозы и перспективные. Ну и вот таким образом, собственно говоря, уже дальше характеристики патологического процесса в соответствии с представлением фоновой и указываются. Если говорить о дирекционном фенотипе кардиомиопатии, то, собственно говоря, чему сегодня посвящено наше сообщение? Ну, чаще всего путь к диагнозу идет через визуализацию кардиомиопатии. Конечно, когда мы оказываемся у постели больного, и у нас до того момента нет информации о поражении сердца у данного пациента, бывает сложно достаточно сразу поставить правильный диагноз. Учитывая, что нередко постановка диагноза происходит при декомпенсации, при развитии уже сердечной недостаточности, клиническая картина, которую наблюдает доктор, возникшая либо остро, либо которая, в общем-то, наблюдалась на протяжении какого-то периодов времени, а это одышка, тахикардия. Если, допустим, ребенок более старший, он жалуется, ну, украдаясь, усталость, нередко, когда при этом врач проводит осмотр пациента, он отмечает частое дыхание, тахикардию, глухость, тонок, нередко выслушиваются хрипы в легких, и это наводит на мысль о том, что у пациента имеется какой-то воспалительный процент либо исключения, либо подтверждения диагноза бронхита, пневмонии, проводится рентгенограмма органов грудной клетки, и на рентгене мы видим кардиогенолизм. Вы знаете, вот так получается, что наш опыт свидетельствует именно о этом первом сигнале для врача, который свидетельствует о том, что здесь есть проблема. Об этом также пишут наши зарубежные коллеги, наверное, это все имеет объяснение, именно вот неспецифичности той симптоматики, которую я вам сейчас обозначила. Но выявление кардиомегалии, как правило, не отвечает на вопрос. Во всяком случае, мы только на основании одного ребенокского семьи, кроме того, как сказать, что да, мы видим увеличенные размеры сердца, диагноз при этом мы обозначить не можем. Что при этом нам нужно обязательно сделать? Ну, во-первых, очень полезно задать вопрос родителям, родственникам о заболеваниях сердца в семье. Как я уже сказала, ну, почти что в половине случаев мы наблюдаем семейный характер. Это в какой-то степени может подсказать и направить в правильном направлении поиск и диагноза уже носить врача. Какие основные вот три, скажем так, группы патологий мы при этом должны с вами подразумевать? Ну, во-первых, не надо забывать о том, что врожденный короб сердца это, к сожалению, до сегодняшнего дня достаточно частая патология и особенно у детей первых месяцев жизни детей до года нам в первую очередь нужно думать и исключать врожденный короб сердца. Конечно, возможен и воспалительный процесс, который может опять-таки вызвать такое же вограноделирование, как мы условно обозначаем нужно исключать инфекционное сердце. И следующая группа патологий – это патологии, которые связаны с ромоделированием сердца от разных причин, в том числе и генетически, то есть мы когда говорим уже о кардиомиокатике. Безусловно, выявляя кардиомиокатику, мы с вами в обязательном порядке проводим скрининг на кардиологическую патологию. Обязательно назначаем электрокардиографию, но опять-таки же электрокардиограмма, она нам может продемонстрировать, что есть какие-то отклонения от нормы, но диагноз поставить неприятно не сможем. сейчас, наверное, наиболее востребованное и отвечающее на вопрос, что же все-таки мы можем предположить, как минимум врожденный ли это порог, а может быть это перикардит. Безусловно, это эхокардиография, которая должна быть в обязательном порядке, проведена пациенту при подобрении на кардиологическую патологию. Ну и уже по необходимости там добавляются КТ, ампиография, кронарография, магнитно-резонансная панография, ну и так далее и тому подобное. Если говорить о том, что мы подразумеваем под понятием скрининг на кардиологическую патологию, ну вот ей предложен такой вот скрининг у врожденных, который позволяет еще в роддоме, что называется, угостили больного заподозрить кардиологическую патологию и в том числе врожденный порог сердца. Обязательно осмотр и оценка цвета кожных покровиц. Обязательно аускультация сердца с подсчетом чистоты сердечных сокращений. Очень важно оценка системного правообращения, что включает в себя. Оценка пульсации периферических артерий, проведение пульсоксиметрии и, вот я даже выделяю красным цветом, измерение артериального давления, подчеркиваю на правой плите и любой ноги. Ну и, соответственно, конечно же, подсчет чистоты дыхания, характеристика дыхания тоже очень важна. Вот эти простые меры позволят как минимум вам либо подтвердить, либо исключить такой порог сердца, как партация алопы, который у детей раннего возраста очень часто напоминает именно картину делегационную парвенеопатии. Это порог сердца, который является нередко причиной летальных исходов у детей первых месяцев жизни, в случае, если имеет место критическое снижение, критическая кооптация алопы. Поэтому вот такое простое мероприятие, как оценка ситуации кислорода на руке, на ноге, а лучше еще это измерение артериального давления и при выявлении высокого давления на правой руке и его отсутствие или показатели действия ниже, чем на руке давления на ноге, дает вам право у постели больного поставить и как минимум с высокой вероятностью диагноз как аксиолог. Очень небольшая рефтация, клинический пункт. В 3 месяца у ребенка, вот мама обратила внимание на то, что она уже в течение месяца замечает одышку, как длилость, ребенок отстает в моторном, психомоторном развитии. По месту жительства выполнена эхокардиограмма, выявлена дилетация полости левого желудочка, толщина миокарда левого желудочка 7 мм и снижение фракции выброса до 40 мм. Ребенку ставит диагноз дилетационная кардио-моркотия и он госпитализируется к нам в центр. При поступлении мы констатируем тяжелое состояние за счет клиники сердечной недостаточности. При осмотре обращает на себя внимание снижение пульсации на бедренных артериях, повышение давления на руках до 130 на 80 и на нижних конечностях оно около 60. При проведении эхокардиографии мы отмечаем также дилетацию левого желудочка, снижение фракции выброса до 44 мм и гипотерапии миокарда. На ЭКГ, как я уже говорила, неспецифические признаки, но тем не менее признаки гипотерапии миокарда и учитывая, что было подозрение при клиническом осмотре, при проведении эхокарди на корректацию аорты для подтверждения диагноза была проведена компьютерная фонография грибно-эхокарди и выявлено сужение области кришника до 2 мм. И, соответственно, регионок был переведен в кардиохирургический стационар, где ему было проведено оперативное лечение порога. Следующий раздемный порог, который нередко мы деференцируем с дилетационной кардио-неопатией, это аномальное отхождение коронарной артерии от левочного стола. В принципе, это не такой уж и редкий порог, и он опасен тем, что его трудно заподобить при пренатальном осмотре, при послерождении. Состояние ребенка, как правило, не вызывает никаких волнений. У него нормальное одобрение, у него нормальный пульс, нормальные тоны. Как правило, нет никаких посторонних шумов. Свет кожных похлов вполне соответствует здоровому ребенку. Но начиная с одного-двух месяцев, опять-таки, как правило, родители обращают внимание на то, что ребенок устает у груди, о том, что он, соответственно, из-за того, что плохо сосет не прибавляет в весе, что у ребенка отмечают нередко приступы беспокойства, сопровождающиеся криком, лихорадкой. Иногда сопровождается диарей. Развивается клиника недостаточности кровообращения. Со временем появляется шум недостаточности нейтрального клапана. И при проведении электрокардиографии выявляются инфарктоподобные изменения. И, как правило, именно клиника сердечной недостаточности является основанием для постептилизации, причем нередко эти дети попадают в реанимационные отделения с клиникой кардиогенного шопа. Именно это обусловлено развивающейся декомпенсацией либо в какой-либо момент развивающимся инфарктом миотарда. Вот на данном слайде представлена рентгенограмма и электрокардиограмма ребенка. Это, правда, случай, который мы наблюдали очень давно уже, но он достаточно показателен. И, к сожалению, вот несмотря на то, что уже, наверное, 20 лет назад этот ребенок был госпитализирован с и на сегодняшний день вот эта история, она все-таки остается актуальной. У ребенка в два-три месяца вот симптоматика, которую я описала, наблюдалась, ее обследовали по месту жительства, была сделана эхокардиограмма и выставили ребенку диагноз в диагнозе. Причем на тот момент, ну, время было, конечно, немножечко другое, но, тем не менее, врачи предпочли сами лечить ребенка по месту жительства, сообщить маме, что перспектив особо никаких они не видят. И, в общем-то, на просьбы мамы направить ребенка в какие-то федеральные центры было ей отказано. И мама к нам приехала после того, как написала письмо с просьбой принять ее ребенка и обследовать. Когда девочка поступила к нам в центр, то, в общем-то, ну, скажем так, уже в приемном покое, если можно так сказать, диагноз был изменен, потому что была проведена эхокардиография. Наш доктор поставил диагноз аномальное отхождение левой коронарной архивы. Ребенку на тот момент, когда она к нам попала в пациент, было полтора года. Это, конечно, уже очень большой срок и, конечно же, изменения в сердце, которые у ребенка у этого произошли, были достаточно серьезными. Вот на данном слайде это сцентиграфия не этой девочки, это другой ребенок, который к нам был госпитализирован в возрасте трех месяцев. И здесь я хотела подчеркнуть и показать. Вот все вот эти черные островки, которые вы наблюдаетесь, это уже рубцы, которые к трехмесячному возрасту у ребенка сформировались. То есть он за это время пережил уже несколько инфарктов миокарда и вот такие изменения имеются в сердцах деток с этим порогом. Поэтому очень важно как можно раньше диагностировать этот порог. И, наверное, принятие решения о проведении скрининга эхо КГ в возрасте одного месяца подразумевало под собой в том числе и диагностику вот этого серьезного порога наряду со всеми другими, которые могут к этому моменту диагностироваться. Но, вы знаете, вот даже, скажем, последнего полтора месяца в нашем центре из детей, которых к нам направлялись в диагностирование и диагностирование кардинопатии, про им был диагноз изменен, как я уже сказала, и на сегодняшний день пока, к сожалению, с диагностикой и с осторожностью врачей в отношении этого порога еще, наверное, нужно работать. И самое главное, что нужно помнить, что эта проблема достаточно актуальна. Если говорить о, как бы, условно, вот мы с вами договорились, о второй группе пациентов, которым мы выявили кардиомегалин, ну, конечно же, очень важно исключить выток в полости периката, который, может быть, тоже по разным причинам, мы сейчас об этом с вами, на этом останавливаться не будем. Но просто я хотела подчеркнуть, что это очень важно, потому что остро возникший большой выбор в полости периката может закончиться тоже фатально для пациента из-за развития тампонады сердца. Поэтому проведение эхокардиографии, как минимум, эту проблему позволит исключить. И в случае выявления выпада в полости периката примять соответствующие меры для оказания специализированной помощи этому ребенку. Еще одна проблема, которая, опять-таки же, может быть заподозрена при проведении эхокардиографии, диагноз, о котором, безусловно, мы с вами всегда должны помнить, это не академия. Но здесь я, наверное, скажу следующее, что вот на протяжении всего периода существования такой вот специальности, как кардиология, терапия, все специалисты в данной области подчеркивают, что, наверное, самый сложный диагноз, который надо, в общем-то, суметь поставить правильно, это как раз и диагноз эхокардин. И, наверное, здесь мы тоже не будем сейчас останавливаться на этом вопросе. Это, в общем-то, отдельного требует обсуждения и рассмотрения этот вопрос. Но, тем не менее, конечно же, есть определенные характеристики, которые могут позволить заподозрить миокардит в начале диагностического поиска. К коим относятся возникновение декомпенсации сердечной остро, возникновение через, допустим, неделю или две после перенесенного какого-либо инфекционного заболевания, выявление по данным ультразвука отёка миокарда. Это, в какой-то степени, вот те, скажем так, маркеры, которые могут позволить предположить этот диагноз. Ну а далее там уже потребуется, как я уже сказала, целый ряд специальных анализов и исследований для уточнения этого диагноза. Ну и если, допустим, вопрос с рожденным порогом сердца решён, и мы исключили эту патологию, если мы не видим признаков инфекционного воспалительного повреждения сердца, то нам с вами нужно рассматривать и оценивать варианты реабилитирования, которые могут на рентгенограмме рассматриваться как кардиомагалия. И с этой точки зрения у нас может быть, по данным ультразвука, выявлен диверсионный фенотип, если очень схематично, то это мы говорим о расширении камер сердца, об отсутствии гиперотропии и о нарушениях систолической функции миокарда. Может быть, выявим гиперотропический кенотип. На эхокардиограмме нам врач будет описывать толстую межжелудочковую перегородку, толстые стенки миокарда и нормальную систолическую функцию. Может быть, отмечено нарушение диастолической функции, может быть, увеличено левое предсердие. Испективный фенотип, который имеет следующую характеристику. Имеются нормальные размеры желудочков сердца, нормальные, может быть, несколько утолщенные стенки желудочков и будут в значительной степени увеличены размеры предсердия. Вот такие три геометрии, такие три варианта ремоделирования может нам демонстрировать врач ультразвуковой диагностики. Если по характеристикам мы можем с вами предположить делегационный фенотип, то очень часто мы по пути к диагнозу ставим как бы предварительный рабочий, если можно так сказать, диагноз синдром ДКНП, потому что нам при этом нужно провести достаточно большой диагностический поиск и какой-то уточняющий, скажем, пройти алгоритм действий. Значит, синдром ДКНП, он в себя включает уже исключение врожденного порога сердца, исключение признаков постарения, как я сказала. Мы с вами констатируем кардиомегалину и наблюдаем симптомы сердечной недостаточности, которые у детей раннего возраста и у детей школьного возраста могут немножечко отличаться. Так, если мы говорим о детках грудного возраста, то обращают на себя внимание наиболее частые симптомы – тахиклоэ, тахикардия. Обращаю ваше внимание, что очень важно. Практически все мамы отвечают на трудности встармливания, потливость, причем потливость – это очень выражено при кормлении ребенка, как правило, бледность кожных патронов и задержка физического развития. У взрослых детей наряду с жалобами на снижение толерантности к физическим нагрузкам, на появление одышки при малейших физических нагрузках, ортопное, нередко бывают жалобы на боли в животе. И дети, вот школьники, нередко даже попадают либо на хирургическую койку, и даже нередко мы встречались, когда там переводили детей уже после проведенных операций, при подозрении на непроходимость, при апеллектомиях. Ну, я не говорю, что с болями в животе, с тошнотой рвоты, нередко наши пациенты попадают на инфекционные стационары, ну и так далее. То есть, в общем-то, конечно же, такие вот маски сердечной декомпенсации, они очень многообразны, и безусловно, как я еще раз подчеркиваю, что у постели больному не всегда удается достаточно быстро поставить правильный диагноз. Ну, теперь, если говорить о ремоделировании сердца, мы с вами уже сейчас обсуждаем именно ремоделирование по диагностику, то есть рассматриваем предварительно как синдром ДКНП, нам нужно просто уточнить генез вот этого ремоделирования. Значит, обычно мы предлагаем все-таки исходить из более часто встречающихся и решаемых проблем. Нужно обязательно проводить измерения артериального давления и исключать такую причину как артериальная гипотензия, которая достаточно часто наблюдается и, в общем-то, нередко приходится в последующем менять диагноз, когда к нам присылают ребенка с диагнозом кардиомиопатии, а мы в итоге находим какую-либо из причин артериальной гипертензии и, в общем-то, все встает на свое место. И оказывается, что у ребенка не кардиомиопатии, а ремоделирование на фоне артериальной гипертензии. Помимо той причины, которую мы с вами уже рассмотрели, кооптация аорты, надо помнить, что у детей могут быть, во-первых, что касается аорты, может быть сужение гипотлазия не только перешейка аорты, которая расценивается как типичная кооптация аорты, но еще могут быть и сужения на уровне брюшного отдела аорты, грудного отдела аорты, который не визуализируется при эхо-кардиографии сердца. И для выявления вот этих изменений нужно обязательно проведение карте-ардиографии. Опять-таки же, у детей, наверное, собственно, это вам всем хорошо известно, что артериальная гипертензия, особенно у детей раннего возраста, наиболее часто связана тем или иным образом с патологией почек. Это могут быть и непосредственно рональные причины, но могут быть и лазорональные причины, причем эти изменения почечных сосудов, они могут носить как врожденный характер, то есть врожденный стенок почечных артерий, но это может быть и фибромышечная дисплазия с подлечением почечных сосудов. Причем, по данным зарубежных авторов, именно фибромышечная дисплазия почечных артерий считается самой частой причиной вызывающих артериальную гипертензию у детей. аорта артерии, причем, опять-таки же, вопреки вот депутывающему мнению, может быть, поражение вот депури, по всяком случае, развиваться даже у детей и до года, и у детей первых лет жизни, первых трех лет жизни. Ну и, как я уже сказала, гипплазия брюшного отдела аорты и атистичная кооперация аорты. Вот следующий клинический пример как раз вот демонстрирует такой случай. Мальчик в возрасте трех месяцев был направлен в наш центр. Из-за нам это известно, что у него, собственно говоря, с ранним аналогом все было благополучно. В возрасте двух месяцев мама обратила внимание на утомляемых прикормления, подвига, беспокойство. То есть, как вы видите, в принципе, это симптомы сердечной недостаточности, они очень типичны у всех малышей. При обследовании по месту жительства, учитывая, что замечена была деформация в грудной клетке, была проведена эхокардиография, выявлено расширение полостей сердца, гипертрофия миокарды и смешение сократительной способности. Ребенок был консультирован в психологическом центре, были исключены породы сердца и была выявлена гипертрофия миокарда с дилетацией левых оперных сердцев. Я здесь хочу подчеркнуть, вот замечено было и отображено в протоколах, что наряду с дилетацией сердца имеется гипертрофия миокарда. Вот эти два несовместимых для дилетационной кардиомиокартии симптома, и я вас очень прошу обратить на это внимание, во всяком случае это, ну как минимум, насторожило нас и позволило искать причину вот этого моделирования. И уже у нас возникло сомнение в том, что здесь речь идет о дилетационной кардиомиокартии. Ребенок был направлен к нам в диагнозе дилетационная кардиомиокартия, при поступлении обращала на себя тяжелое состояние, была выражена клиника сердечной недостаточности, и была отмечена захитлоэ, патикардия, и измерено артериальное давление. Причем, вы знаете, вот не первый раз было отмечено то, что давление было измерено ребенку маме впервые. Во всяком случае нет, в выписках не было указано цифр артериального давления мам, которая сопровождала ребенка в рационаре памяти жительства, также отмечала, что не измерялось ранее давление ребенка. И при измерении артериального давления у нас на правом лице получилось у 40 на 60, на ноге 85 на 50. То есть здесь налицо коррекционный синдром, который выключается, в том числе на руке мы определяем более возникалами, чем на ноге. И, собственно говоря, было проведено специальное отслеживание, а именно поступленная ангиография, и при этом было выявлено снижение на уровне брестного отдела аорты, которое, в общем-то, в принципе, явилось причиной для высокого артериального давления. Ну, ребенку была назначена сопутствующая терапия и достаточно быстро вы получили положительные эффективы. Я хотела вот подчеркнуть, что, например, за пять лет мы взяли анализ диагнозов, которые были нами изменены при направлении детей к нам с кардиомиопатией. При этом, значит, у нас была выявлена типичная карактация аорты в десяти случаях, а типичная карактация, то есть сужение на уровне брестного отдела аорты, фибромышечная дисплазия в двух случаях и идиотическая артериальная картификация, которая явилась причиной поражения почечных артизий. То есть, в общем-то, мы считаем, что это достаточно большой процент случаев ошибочно поставлены в диагнозе. Поэтому я, собственно говоря, вот сегодня и провожу такой вот экскурс в дифференциальную диагностику дилитационной кардиомиопатии, чтобы еще раз обратить ваше внимание на это. Ну, конечно же, какая еще из причин очень-то получается актуально в детском возрасте? Ишемическое повреждение миопатии. Причем в данном случае речь идет не только о том поройке сердца, о котором мы с вами уже говорили, аномальное обхождение левой коронарной артерии. Помимо этого, к сожалению, у детей в общем-то мы наблюдаем нередко и аккрезию левой коронарной артерии, протяженные мышечные мостики коронарных артерий выявляем, патологии анатомически нормальных коронарных артерий, которые мы диагностируем на полной идиопатической артериальной кальцификации, на полной перенесенной болезни кавасаки. То есть вам тоже очень хорошо известно. То есть про ишемические повреждения нужно обязательно тоже помнить. Вот тоже клинический пример. В воздействии полного года появились жалобы на снижение аппетитов, по телевизору. При проведении коммерческой левой коронарной диаграммы выявлены были ишемические изменения. Был исключен в разденную коробку сердца, аномальное обхождение левой коронарной артерии. Была проведена коронарография, ангиография и, в общем-то, при положении диагностируем на карте левой коронарной левой коронарной артерии. В нашем центре, когда мы получили все исследования и пересмотрели коронарографию, поведенную по моему специалисту, наши специалисты выявили окклюзию правой коронарной артерии, окклюзию средней трети передней межрубочковой артерии и объяснили это кацинатами. То есть был предположительно выставлен диагноз артериальная коронарография и в последующем подтвержден при проведении генетического исследования была выявлена соответствующая мутация, описанная при инфортийной артериальной коронарографии. То есть я вам раньше упоминала о данном диагнозе, где речь шла о поражении сосудов почек и на этом фоне у ребенка отмечалась артериальная гипертензия и, собственно говоря, развитие ромбелирования сердца на фоне артериальной гипертензии. Здесь же речь идет о поражении кальция по ходу коронарных артерии. Но помимо этого еще был выявлен кальцинос сосудов средостейной и бресной полости. То есть там такое системное поражение артериального лица. Ну, собственно, и характерно при этом фатальном заболевании, потому что, к сожалению, в общем-то получается, что этим деткам мы помочь не можем. Следующая причина развития вот синдрома ДКНП может явиться нарушение ритма сердца и проводимости. Вот один из клинических примеров хотела вам тоже представить. В области двух месяцев у малыша появилось токлиник, учащенное дыхание, утром диагноз и отмечено было в пяти месяцев наставание в ВСЕ. И в области пяти месяцев приема была в среду интернет-позительства, выявлено делитация левого желудочка, свежение фракций и выброса до 24% недостаточных нейтральных лапанов. Было приведено к опросу иммунитолирования. Зарегистрировано 12 000 желудочковых полиморфных комплексов, 823 – правильческой желудочковой эпидемии, 591 эпидемии и примерно 2 000 регулированных процессов. На основании полученного ребенка было предположено, что у ребенка существенную роль в развитии ремиделирования является нарушением репрессенцией, и была назначена антиалитическая терапия по патиновым пистоломам. И через полгода была достигнута полная нормализация может национальной форме противоречить самому какому диагнозу, как дирекционная кардиоэмилопатия. Ну, если вот наблюдать простомацию кардиоэмилопатии, вот здесь на рентгене, это, правда, другой случай, но мы видим, как меняется геометрия сердца на фоне нарушения репрессердца. Здесь снимок сделан в дебюте заболевания, когда еще не было такой яд эпидемической картины сердечной недостаточности. Буквально через две недели уже более выражена кардиоэмилопатия, которую наблюдали мы при госпитализации в наш центр ребенка, и буквально через три месяца размеры сердца восстановились, и функция сердца была также восстановлена. Ну, и теперь уже, наверное, после того, как все причины, касающиеся порока сердца, касающиеся патологии сосудов, ну, наверное, остается уже такой диагноз, как кардиоэмилопатия. То есть мы уже все-таки в этой ситуации говорим о высокой вероятности такого диагноза, как кардиоэмилопатия с дебюкционным фенотипом. Ну, если говорить о кардиоэмилопатии, то вот на данном слайде показано, как много причин может являться развитие именно диагнозаэмилопатии именно диагнозаэмилопатии. И если рассматривать, вспоминая классификацию 2006 года, о которой я говорила вам, где идет условное подразделение на первичной и вторичной кардиоэмилопатии, то вот исследования, которые здесь демонстрируются на слайде по данным регистра кардиоэмилопатии, дилитационный фенотип, он, наверное, приблизительно в 70% случаев рассматривается как первичная кардиоэмилопатия дилитационная, а вот около 30% это ремоделирование, которое наблюдается на конемейромышечных заболеваниях, на коне врожденных болезней обмена, на коне синдромов мульформации. Ну вот сейчас мы с вами некий такой тоже дифференциальный диагноз быстренько прояснем, какие вторичные кардиоэмилопатии достаточно часто встречаются у детей, и то, с чем мы встречались, что описывают в литературе, и, конечно, каждый из педиатров, кардиолога должен понимать, что, наблюдая синдром ДТНП, предполагая кардиоэмилопатию, надо определиться, здесь речь идет о первичной кардиоэмилопатии или вторичной, потому что, если мы говорим о вторичном процессе, то это могут быть болезни накопления, нарушения метаболизма, нейромышечные заболевания, которые потребуют при лечении и других специалистов, и нелегко каких-либо методов лечения уже эти утропы, что очень важно для пациентов, например, с болезнями накопления, мукополисах или дозы, допустим, при нарушениях метаболизма пациентов с синдромом Барха, когда очень важно своевременно подключить метаболические препараты, которые именно в случае постановки синдрома Барха очень важны, буквально с первых дней наблюдения за этим пациентом. Ну, немножечко напомню, что такое синдром Барха, это иксцепленное метафендриальное заболевание, 70 процентов пациентов имеют кардиомиопатию в младенческом возрасте, чаще всего это кардиомиопатия с дилекционным пенотипом, и у 50 процентов имеются признаки некомпактного миокарта, значительно реже пенотип гиперпатический. Вот один такой клинический пример. В два месяца при проведении эхокардиографии выявлена незначительная дилитация левого желудочка, умеренное снижение тракции выброса 60-61-64 процента, и при наблюдении динамики было отмечено ухудшение этих параметров, в 7 месяцев замечена умеренная мышечная гипотония, выраженная одышка при нагрузке, и в общем анализе крови отмечено абсолютное и относительно неприятнение. При проведении эхокардиографии выявлена дилитация левого желудочка, снижение капции уже до 40, и признаки некомпактного миокарта здесь хорошо они видны на данном снимке. В принципе, мы, наверное, должны сейчас с вами вспомнить, что классическая триада синдрома Варта гипотония нейтреклиния, кардиомиопатия, как мы с вами говорили, с признаками некомпактного миокарта, и мышечная гипотония. У этого ребенка были выявлены все эти признаки, и было проведено молекулярно-генетическое обследование, и, соответственно, была выявлена мутация генитаз, что, собственно говоря, и позволило подтвердить этот диагноз. ребенку, соответственно, на фоне той терапии, которую он получал по недостаточности кровообращения, была назначена мощная методологическая терапия. Следующий синдром, который нередко, в общем-то, диагностируется при формировании кардиомиопатии с девокационной генотизмом. Это относительно редкая моногенная аутосомно-рецессивное заболевание из группы синемиопатии. Характеризуется прогрессирующим поражением многих органов. Это и фотофобия, мифропатия, кардиомиопатия, инсулинорезистентность и оживление. Клинический пример. В два месяца отмечены жалобы на каши. Ребенок госпитализирован с подозрением на бронхит, на рентгене выявлено расширение тени сердца. В три месяца по данным эхо-кардиограмме дилитация левого желудочка Z-Sport 7, левое предсердие Z-Sport почти 4,5, фракция выброса резко снижена 21%, признаки йогучной гипертензии, недостаточность нейтрального клапана, то есть в принципе очень тяжелое состояние. Ребенку была назначена терапия для купирования признаков сердечной недостаточности, а это ингибиторы терапии бета-блокатов диуретики и была достигнута полной нормализации размеров полостей сердца, сократительной способности миокарда. Когда ребенок нам приезжал на контрольное обследование уже начиная с года, обратили внимание на появление глазной симптоматики, светобоязни, и было заподозрено, что у ребенка имеется синдромальное состояние. Была приглашена, конечно же, генетик, проведено сиквенирование клинического и была выявлена мутация, которая соответствовала данному символу. Синдром позволил нам подтвердить диагноз символ остеон. В принципе, вот ранняя диагностика заболевания, она очень важна, потому что она позволила своевременно начать наблюдение ребенка специалистами различных профилей. То есть ребенок наблюдался диэкологом, акулистом, врачом, и, как вы видите, мы сейчас можем наблюдать замечательного ребенка полноценно живущего, счастливого, естественно, и родителей его тоже счастливого. Следующий пример клинический нам демонстрирует синдром микродилеции 1,5,6. Это один из наиболее часто встречающихся диэкционных хромосомных синдромов. И в принципе именно он тоже характеризуется нередко развитием кардиомиопатии у детей первого года жизни. Если говорить о этом синдроме, то для него характерен черепно-лицевой дизмортизм, прямые брови, глубоко посаженные глаза, широкое и плоское основание носа переносицы, гипоплазия средней трети лица, дисплотечные уши, отмечаете нейрологическая симптоматика, мышечная гипотомия, задержки развития, умственная отсталость, судороги. Могут наблюдаться либо пороки сердца, либо кардиомиопатия, нарушение слуха, задержка хвоста. Обращаю ваше внимание смотреться в фотографии этого малыша, потому что это очень типичная внешность этого малыша, которая нам позволила уже в возрасте одного месяца заподозрить этот синдром. Это другой ребенок, который к нам был направлен с диагнозом с диагнозом медицинской 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 в семье. какое-то время пригласили уже к себе и при осмотре на территории нашего отделения было обращено внимание на особенности кенотипа, на избыточность кожных складок, низкопосаженные ушные раковины, гиперприкос, выступающий лоб, сосудистые петли, области ума, затылка, верхние губы, выступающий затылок, в вариант поперечной ладонной борозды, слева. И ребенок был консультирован генетиком и по мере того, как он находился в нашем отделении, мы за ним наблюдали, он нам демонстрировал новые и новые симптомы. Во-первых, у него была выявлена симптом и где-то через месяц-полтора после пребывания в нашем центре, у него была зафиксированная пудра. Все это в совокупности позволило нам в совокупности с внешними признаками заподозрить синдромальное состояние. Было приведено молекулярно-генетическое исследование и выявлено фактор, который подтвердил наше предположение отельского ребенка с нейромальным состоянием. И тоже важно, он был направлен под наблюдение нейрологов, назначена была ему соответствующая терапия. И сейчас периодически поступает к нам для контроля. Со стороны сердца мы видим положительную динамику, фактически полное восстановление функций миопарда и нормализацию размеров сердца. Но это основные, далеко не все варианты вторичных кардиомиопатий и поделокационного фонотипа, которые мы можем с вами встретить. цель ознакомления с этими примерами была в том, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что действительно данная кардиомиопатия может быть сопровождением достаточно большого ряда серьезных заболеваний и заболеваний обмена, синдромальных состояний и так далее. нужно об этом помнить. Сейчас, в принципе, мы достаточно хорошо научились их диагностировать. Ну и если сейчас нам вернуться еще раз к первичной кардиомиопатии, именно в ситуации, когда мы говорим уже о делекционной кардиомиопатии, то еще раз как бы резюмируем всю информацию, которую мы с вами уже обсуждали, что это заболевание, которое характеризуется расширением желудочков, снижением систолической функции, приводит к прогрессирующей сердечной недостаточности, и часто сопровождается жизнеудрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца, ассоциировано с низком внезапной смерти, и, соответственно, мы подчеркиваем, что диагност не вправе поставить в том случае, когда отсутствуют факторы генодинамической перегрузки или коронарной патологии. В общем-то, в литературе мы чаще всего встречаем характеристику, говорящую о том, что эта болезнь характеризуется медленно-привятым прогнозом. По данным заубежных, исследования, выживаемость у детей в течение одного года составляет 65-72%. По данным Международного общества трансплантации сердца и легких, более каждой неопатии, в структуре причин трансплантации сердца составляет 37% среди детей до года, увеличиваясь до 54% в возрасте от 11 до 17 лет. При этом более 50% случаев приходится именно на живописионный фенотип. Смертность детей с ДКНТ, диагностированной в период 90-99 год, по данным регистра кардиомиопатии США, составила 18%. Она практически в два раза снизилась, несмотря на то, что трансплантация сердца проходила в тех же объемах. И вот такую положительную динамику рассматривают специалисты в связи с тем, что появилась достаточно эффективная мифомитозная терапия. кардиомиопатия с делитационным фенотипом, то мы всегда подчеркиваем то, что определенная часть этих пациентов имеет генетическую природу. И мы нередко наблюдаем семейные кардиомиопатии, и наиболее частый путь расследования это аутосомно доминантный с различной частотой проявления мутации. Потом больного с аутосомно доминантной мутацией имеет 50% вероятность расследования мутации, ассоциированной с кардиомиопатией с делитационным фенотипом. Процессы, приводящие от мутации к развитию клинически выраженной кардиомиопатии, пока изучаются. И сказать, что прямо однозначно еще пока какие-либо предикторы высказать окончательно не можем, есть уже определенные подвижки и предположения, но это сейчас с вами обсудим. Что мне хотелось новое такое сказать, на чем обратить ваше внимание. В 2016 году в литературе достаточно широко обсуждается важное дополнение, которое заключается в том, что рассматривать кардиомиопатию в рамках клинического контингу. То есть это понятие включает в себя несколько клинических вариантов с последовательным изменением фенотипа у носителей мутации. от субклинической формы до полного проявления признаков кардиомиопатии. И направлено это на решение очень важной проблемы ранней досимптомной диагностики с потенциально прицельной профилактикой. то есть в настоящее время кардиомиопатия рассматривается как не только вот мы констатируем что уже когда появляется клиническая симптоматика это естественно клиническая стадия но необходимо обследовать всех родных близких проводить генетическое исследование и в случае выявления генетической мутации даже если на определенном этапе родственники пациента с ДКМП не имеют каких-либо изменений при проведении эфокардиографии например там нет ремоделирования не отличается нарушение функций в этом случае предлагается как бы группировать этих пациентов допустим следующим образом ну вот к примеру группа родственников пациента у которых нет кардиальных проявлений но он носитель мутации без изменений левого желудочка нет и его пациента уже должны брать под диспансерное наблюдение допустим может быть изолированная желудочковая дилитация но нет допустим нарушения функций или следующий вариант допустим имеется нарушение ритма или проводимости при том что нет нервмоделирования нет нарушения функций то есть эти значит пациенты являющиеся родственниками пациента с дилитационным кардиомилопатей эти вот родственники точнее они как я уже сказала должны обязательно наблюдаться и те исследования которые в этом направлении проводились подтверждают что в принципе у этих родственников нередко наблюдается формирование клинических проявлений и здесь очень важно чтобы это было сделано вовремя чтобы была вовремя назначена терапия и соответственно это все собственно говоря предполагает минимизировать фатальные исходы у данных пациентов кроме того я уже упоминала об этом но в принципе существующий ранее постулат что каждая катагенная генетическая мутация приводит к определенному типу заболевания сердца уже не ну в случае она изменена вернее этот постулат он сейчас уже не подтверждается и в принципе согласно новой концепции фенотип каждыми ремодерирования зависит не только от злокачественности и пенингрантности генной мутации но также от целого ряда других причин эпидемиумных факторов возраста токсических воздействий агрессивности окружающей среды беременности и других сопутствующих состояния вот теперь как бы такой вот идеологический перекрест на генетических факторах генетическими причинами рассматривается приблизительно таким образом и в этом аспекте как бы предусматривается что обязательно очень важно учитывать наличие тех или иных генетических причин на которые могут померять те или иные факторы являясь таким образом как бы триггерами для клинического проявления заболевания то есть вот это вот новый взгляд на проблему пардиниопатии который был сформулирован после того как были выявлены целый ряд мутаций генов которые закреплены за высокой вероятностью фронирования кардиомиопатии в том числе по делегационному насипу и в общем-то изучается клиническая значимость тех или иных мутаций генов и вот в данном случае здесь на слайде приведено такое исследование которое демонстрирует по мере того как цветовой радион отражает клиническую значимость то есть зеленый цвет он отражает наименьшую клиническую значимость во время как красный цвет демонстрирует самые высокие адресивные свойства исследования вот в этой последовательности здесь на рисунке так изображены значит что сейчас также предлагается учитывать так называемые клинические особенности или красные указатели кризма ну во-первых обращать надо внимание при сборе анамнеза на не только на то что имелись допустим кардиомиопатии но имелись какие-либо дефекты например проводимости овал облака до различной степени прижелудочковой блокады имела ли место скелетно-мышечная семейная патология мышечная слабость повышение креативных воспитательных имелись ли жизнеопасные нарушения ритма сердца случаи внезапной смерти в семье детей или в возрасте до 45 лет имелись ли специфические псевдоимпактные изменения на ЭКГ на эхо в области задней нижнебоковых сегментах левого желудочка акинезия миофарда имелась ли диастолическая дисфункция которая может быть ранним признаком латентной стадии болезни особенно для сменопатии что может наблюдать задолго до унифистации генитации и систолической дисфункции со снижением фракции левого сейчас как вы видите необходимо достаточно подробную такую анкету проводить для того чтобы выявлять высокие риски заболевания в семье нашего с вами пациента ну теперь немножечко мы окунемся в терапию которая сейчас и что нового собственно говоря появилась в терапии наших с вами пациентов ну конечно же медикаментозное лечение сердечной недостаточности к которому собственно говоря сводится лечение при генитационной кардинопатии представляет собой очень важную составляющую и во многом как я вот уже демонстрировала наглядно что это является определенным прорывом в не только продолжительности жизни наших пациентов но и в том что у них сохраняется высокое качество жизни что очень-очень важно лечение пациентов оно не ограничивается то есть медикаментозным назначением и включает в себя работу целой команды к которым к кому к ним относятся и диетологи и хирурги и психологи и электрофизиологи и врачи ЛФП вот такая команда специалистов привлекается к оказанию помощи пациентам с кардиомиопатией если говорить о выборе препаратов которые назначаются детям с делегационной кардиомиопатией то например здесь в данной таблице продемонстрированы препараты доказавшие способности к снижению смертности и заболеваемости при сердечной недостаточности основные из них которые обязательно назначаются каждому пациенту это либо ингибиторы АПФ либо антагонисты к рецепторам англиотензина бета-блокаторы и антагонисты к антагонисты альбестерона при определенных клинических ситуациях например при застойных явлениях назначаются диуретики назначаются тоже при определенных обстоятельствах сердечной гликозиды как вы видите это не препарат выбора он чаще всего назначается при нарушениях сердца и хочу подчеркнуть что сейчас не применяются сердечные гликозиды для повышения инотропной функции сердца это большая ошибка с которой мы сталкиваемся когда допустим пациенту диагностируют вот синдром ДТНП и первое что делают назначают диагностируют ну надо немножечко менять лечебную тактику первые препараты которые назначаются это импедитор АПФ ВЭТО блокады и антогонист АПСПРОД назначение препаратов этих групп оно направлено на обратное развитие гиперкартии миокардиохиброза на уменьшение объемов камер сердца на замедление темпов ремоделирования сердца на защиту кардиомиоцитов сохранение макриоргических фасфатов цитозольных ферментов крепких и соответственно эти препараты они обладают также и антиоритическим эффектом ну схема назначения алгоритов лечения сердечной мы все с вами прекрасно знаем дозы препаратов тоже в общем-то они представлены в клинических рекомендациях во всяком случае здесь на что хотелось обратить внимание помнить о том что обязательно медленное тетрование док препаратов очень большая ошибка когда назначается сразу терапевтическая доза это нередко приводит к тяжелым осложнениям может даже привести к летальному исходу очень важно назначение и ингибиторов АПФ и бета-блокаторов единственное что они могут проводиться параллельно но не одномоментно то есть в один и тот же день повышать дозу ингибитора АПФ и бета-блокатора нельзя обязательно в общем-то здесь должен быть определенный интергон ну собственно дозы которые мы представили они соответствуют европейским рекомендациям сердечно-сердечной недостаточности и вот вы можете в этом победиться то как подбирается препарат у детей какой ингибитор подбирается какой бета-блокатор потому что в зависимости от клинической картины тяжести состояния в общем-то принимается решение ну я уже немножечко сказала о том как цитрование проводится здесь вот хотели мы вам предоставить допустим рисунок где мы демонстрируем какие препараты в среднем получает пациент который попадает в наш центр и мы его ставим так в принципе получается достаточно много средств и самое главное что это как мы считаем очень хороший результат у нас проводилась сравнительная характеристика можно посмотреть по тому как меняется фракция выброса у этих детей это группа детей которые исторически получали терапию только дидоксином и диуретиком у них практически нет никакой динамики здесь следующее это дети которые получали дидоксин диуретик им подключался ингибитор мы видим существенное возрастание фракции выброса и дети которые получали наряду с ингибиторами еще и бета-аблокаторы за один и тот же клиент за полгода вы видите какая то есть два раза выше мы видим лучший результат когда действительно схема лечения она включает ингибиторы и бета-аблокаторы собственно мы только подтверждаем тот тренд который собственно отличают все кардиологи и взрослые и детские когда назначают нашим пациентам такую терапию но это еще такая графическая демонстрация того как меняется геометрия левого желудочка как это вот по з-скорам проходе динамика изменили да это не легко занимает годы но тем не менее упорный труд он дает очень хорошие результаты вот как меняется морковь сердечной недостаточности на аналитический тип конечно это не у всех пациентов но это вот как мы говорим это была проанализирована группа пациентов с дирекционной кардиологией у которых мы наблюдали такую положительную динамику вы наверное помните тот слайд где я вам показывала как меняется геометрия сердца ну точнее размеры сердца по рентгену да вот буквально за три месяца мы наблюдали кардиометалии испорно через три месяца сердце вернулось нормальные размеры вот этим и отличается кардиометия когда мы нередко тратим годы на то чтобы восстановить размеры сердца и функцию сердца наших детей ну вот один из примеров такого вот медикаментозного лечения ребенок значит ну с неотягощенной наследственностью во всяком случае со слов родителей было отмечено что в возрасте шести месяцев замечена одышка утомляемость с одиннадцати месяцев нарастание симптомов в двенадцать месяцев опять-таки же улучшение самочувствия и экспедиции по лингену кардиомегалия при проведении эхо-пг дилитация полости сердца низкая фракция выброса недостаточность нейтрального и госпитального клапана по данным электрокардиограммы тахикардия феномен ВПП назначены антибиотики тригизарон бирошпирон капотен бисопролон но к сожалению хочу отметить что дозы конечно были недостаточны за ребенком наблюдали вот здесь продемонстрирована динамика параметра в семнадцатый год в марте август отличается отрицательная динамика несмотря на то что ребенку назначен новый предметалон и дидоксин мы видим что фракция выброса снижается документы ребенка в ноябре месяце восемнадцатого года были направлены в федеральный центр и рекомендована трансплантация сердца на тот момент еще актуальна была возможность направления ребенка в Индию ребенок в Индию прибыл и когда он был обследован по месту предполагаемого предполагаемого учреждения для трансплантации сердца врачи констатировали что ребенок не нуждается в трансплантации была проведена титрация препаратов ребенок там находился полгода и за эти полгода была достигнута положительная динамика и ребенок собственно говоря был из Индии выписан из индийской клиники и так получилось что когда там мама с ребенком находилась она узнала от пациентов которых мы туда тоже направляли на трансплантацию сердца адрес нашего центра и приехали в наш центр когда ребенку уже было практически 3 года но у него фактически уже были нормальные полости сердца у него нормальная была фракция выброса и собственно говоря мы продолжали этого ребенка наблюдать и постепенно менять терапию эти права были препараты в соответствии с его весом и самочувствием у него практически нормализовался уровень адресического аппетита по куперу у него не отличалось каких-либо серьезных нарушений ритма и проводимости у него продолжалась терапия препаратами значит бета-блокатором получал с кардиомиокатей мы нередко наблюдаем положительную динамику датомию такого опытного лечения которое сейчас вам было продемонстрировано но к сожалению единичные но есть случаи когда несмотря на проводимую терапию мы не наблюдаем каких-либо радующих нас элементов и чаще всего это бывает в том случае когда при визуализации сердца нам говорят о синхронном сокращении стенок левого желудочка при этом наблюдается замедление выброса становления стенок и нарушение наполнения крови левого желудочка в этом случае предлагается так называемая кардиоресинхронизирующая терапия благодаря которой происходит нормализация электромеханического паттерна активации миопада улучшение функции и деремоделирование левого желудочка и соответственно улучшается клиническое состояние уменьшается функциональный класс недостаточности кровообращения и соответственно уменьшается смертность пациентов при сердечной недостаточности но здесь вот на этом рисунке представлено как улучшаются параметры зецпоров диаметра левого желудочка и возрастает фракция выброса левого желудочка у детей у которых была проведена кардиоресинхронизирующая терапия вот здесь демонстрируется ну к примеру на вот этих снимочках вегенограммы была такая кардиомегалия и как буквально это за полгода происходят такие изменения в геометрии сердец ну вот очень коротенько такой клинический пример здесь в общем-то достаточно все типично тоже но тут получается так что у ребенка еще внутриутробно были замечены нарушения и после родов достаточно рано были зафиксированы дилитация полости левого желудочка свяжение фракции выброса в 7 месяцев он был госпитализирован стационар по месту жительства симптомы сердечной недостаточности все то что мы с вами обсуждали фракция выброса была 22% ребенок получал терапию ему был поставлен диагноз гибликационная фракция и он получал сердечные гликозиды гибликарапе бета-блокаторы диометики когда он был к нам направлены поступили в области 9 месяцев мы отмечали что все таки состояние его достаточно тяжелое потому что вот у него этот спор диагноз троевого желудочка высоты почти восьми снижение фракции было 29 несмотря на то что он получал в общем-то терапию полноценную его натуралитический эффектив был 2500 при норме 80 ну и несмотря на оптимальную терапию медикаментозную через 4 месяца когда он приехал к нам на контроль мы констатировали что его динамика не отличена положительного направления и ребенку было рекомендовано проведение бандеросинкромиссирующих лечения которое было проведено в годы 10 месяцев в дни кардиологии города Томска мы очень благодарны этой клинике за то что они берут у нас таких тяжелых детей у нас больше чем 10 детей в их правильной возрасте прошли через эту клинику где была выполнена имплантация трехмерного электрокардиостимулятора когда ребенок к нам поступил через 10 месяцев после проведенного лечения то у него натриоэтический критик был нормальный у него диаметр левого желудочка соответствовал практически норме 2,17 нормализовались размеры третензий сократительная функция по Симфону а тоже 54% это норма сохранялась умеренная недостаточность нейтрального клапана терапии были отменены сердечные гликозиды и генетические препараты и он продолжает получать диуретики извините ингибиторы АПФ антагонисты адвестерона это адреноблокация вот такую динамику мы наблюдаем еще хотелось мне буквально последний штрих что на течение изолитационной кардиоинолопатии очень влияет формирование недостаточности нейтрального клапана это в значительной степени сокращает жизнь этих пациентов и нередко приводит достаточно рано к летальному исходу поэтому на это было обращено внимание и вот такой шаг отчаяния был допущен по отношению вот здесь представлены четыре случая у нас деток которым хирургическая коррекция проводилась 9 10 22 и 18 месяцев то есть это эти дети раннего возраста именно подчеркивали об этом им проводилась коррекция вот этой нейтральной недостаточности на фоне которой достигнут хороший результат мы эти дети сейчас наблюдаем практически нормальная фракция и нормализование скорости левого желудочка на всяком получают медицинское лечение у них у всех есть инфекция и даже это не вызывает никакого сомнения сейчас сейчас уже достаточно смело мы должны знать и направлять наших пациентов на такую возможность оказать медицинскую помощь как установку искусственного желудочка почему я говорю это очень важно нам с вами знать потому что особенно это касается детей старшего возраста подростков к сожалению у меня не хватило времени прямо на всем остановиться очень долго но скажу что нас обычно радуют в прогностическом плане дети которые дебютируют вот заболевание кардиомиопатии до двух лет у них очень хороший прогноз переживаемость в отличие от тех детей которые дебютируют и разворачивают сердечную недостаточность в подростковом возрасте мы пока не совсем понимаем чем такая разница объясняется но к сожалению у этих детей шансов на то что им поможет медикаментозное лечение практически нет и скажем так практически всех пациентов которых мы наблюдали в подростковом возрасте либо им была проведена трансплантация сердца а вот начиная с прошлого года появилась такая возможность устанавливать искусственные желудочки то что мы знаем и участвовали в направлении мы наверное 5 детей в прошлом году направили в институте трансплантологии провели это вмешательство причем достаточно успешно вообще как вы знаете да этот метод помощи хирургической был предложен для скажем возможности дожить до трансплантации сердца но как опыт показал что нередко даже вот установка искусственного желудочка позволяет продлить жизнь пациентов ну как минимум до 5 лет а иногда даже встает вопрос от удаления этого искусственного желудочка и сердце которое восстановило свою функцию после некого такого отдыха интенсивной работы еще продолжает работать в какой-то период времени но эти наблюдения они пока не наши эти наблюдения описаны заубежными врачами но тем не менее я констатирую что такая возможность появилась уже и у нас в стране насколько я знаю погодные операции проводятся в Новосибирском кардиохирургическом центре вот у нас на институте транспортологии или вступить Алмазова вот такие операции возможны ну таким образом завершая вот сегодняшнюю нашу с вами встречу я понимаю что материал очень насыщенный и возможно так трудный для восприятия но тем не менее мне бы хотелось что мы с вами сделали следующее выводу что у детей раннего возраста с депутационной партией назначение современной медикаментозной терапии сердечной недостаточности позволяет добиться оккупирования симптомов сердечной недостаточности обратного ромоделирования улучшения нормализации состолических функций эффективность терапии во многом зависит от идеологических причин их надо обязательно устанавливать неведикаментозные методы лечения сердечной недостаточности у детей с тизовым терапитным течением заболеваний и в частности рассухронизирующая терапия невероятно позволяет добиться улучшению сердечной функции клинического состояния неопатия 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 что обусловливает необходимость дальнейшего изучения особенностей развития течения кардио-милопатии и детей я вас благодарю за внимание если есть у нас и возможность такого ответить на ваши вопросы уважаемая Елена Николаевна большое спасибо вам за потрясающе проведенную школу Елена Николаевна Захарова к сожалению ей в 12 часов 45 минут пришлось уехать она мне позвонила и сказала что она слушала просто затояв дыхание с большим сожалению Елена Николаевна сказала что она не может дослушать и попросила передать вам самые сердечные слова благодарности и восхищения мы для себя сегодня узнали очень много в ваших руках находится самая последняя информация и настолько актуальные данные для нас для детских кардиологов вас коллеги благодарят пишут вам большое огромное спасибо и вот Ольга Николаевна Тимощенко из Крыма она спрашивает это детский кардиолог из Крыма она спрашивает скажите пожалуйста какие из моноклональных антител являются триггерами ДКМП вы знаете пока таких данных нет спасибо 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 Елена Николаевна Фадеева Анастасия доктор спрашивает она благодарит говорит спасибо большое за бесценные знания и спрашивает подскажите пожалуйста какие калькуляторы лучше использовать для подсчета Z-скор полостей сердца по данным эхокардиографии вы знаете не готовы сейчас ответить на вопрос но обязательно уточню у наших специалистов по эхокардиографии и передам эту информацию через вас спасибо большое Елена Николаевна ну вот больше можно еще вопрос задать но прежде всего Елена Николаевна тоже огромное спасибо за исключительно замечательную лекцию причем с таким практическим значением с указанием ДОС что очень важно для кардиологов с показаниями то есть ну я просто слушала с огромным интересом задая вдыхание вот такой вопрос скажите пожалуйста когда ставится кардиостимулятор вот какова частота так скажем его замены и требуется ли она вообще вот как на ваш взгляд ну вы знаете здесь наверное нет ничего особенного это собственно зависит от времени функционирования батарейки и все те правила которые используются при установке кардиостимулятора при любых других признаках они распространяются на кардиостимуляторе вот и еще такой вопрос вот вы сказали что было проведено в Томске а в Москве у нас есть возможность установки кардиостимулятора именно детям с дилетационной кардиомиопатией вы знаете мне кажется что в моем постели уже отмечено было это вот к сожалению нам пришлось обратиться в Томске потому что в Москве этого не могли сделать и еще такой вопрос вот то что было очень примечательно в вашем докладе вы отметили насколько уменьшилась летальность у детей с дилетационной кардиомиопатией то есть поскольку у меня уже большой стаж работы в медицине я помню когда в 90-х годах прошлого века практически вот диагноз дилетационная кардиомиопатия подросткам это было к сожалению фатально и сделать было ничего нельзя и тем более примечательно что на фоне медикаментозной терапии мы видим такую положительную динамику вот на ваш взгляд все таки что же является показанием для трансплантации сердца и где в наших условиях мы можем ее проводить вот в условиях российской федерации вы знаете то что касается я так понимаю детского возраста да но вы наверное все прекрасно знаете что это вопрос достаточно больной для кардиологов потому что именно трансплантации сердца возможно сейчас только подросткам без которых ну скажем так сейчас трансплантологи у нас берут смело детей с весом более 30 килограмм но есть несколько детей вот у одного из них весло 23 килограмма вся проблема заключается в донорстве потому что пока детского донорства нет у нас в стране несмотря на то что уже целый ряд документов приняты позволяющие вроде бы проводить эти операции но пока еще есть ограничения связанные с тем что донорское сердце может быть извято только у взрослого и вот соответственно тем пациентам которые нуждаются пересадки сердца и физические параметры соответствуют возможности размещения сердца взрослого в другой клетке им проводится консплантация сердца но здесь в общем то достаточно я считаю прорыв уже случился потому что я вам не могу назвать точную пациентам детям которым была сделана пересадка сердца но только в нашем центре вот за последние лет наверное ну скажем так пять уже детей двенадцать мы направляли им была проведена трансплантация сердца но это все по-другому опять же я в докладе упомянула Индию это была последняя инстанция которая у нас принимала маленьких пациентов но сначала было отказано нам лет наверное семь назад приемы наших пациентов по каким-то политическим соображениям ну точнее были средиодные изображения применения детских донорских сердец у наших пациентов собственно то что является отказом и всех других стран от донорства нашим детям ну а потом ковид видимо внес еще какие-то поправки во всяком случае на сегодняшний день если честно вот у меня нет информации чтобы какая-то зарубежная страна через Минздрав принимала наших маленьких пациентов на пересадку вот пока только если речь идет у деток которым есть возможность пересадить от донорства спасибо огромное Елена Николаевна просто еще раз огромное спасибо за вашу потрясающую лекцию спасибо большое спасибо Елена Николаевна просто шквал у нас благодарности вы наверное сама видите что доктора пишут спасибо вам огромное лекции бесподобны благодарят вас за опыт и знания пишут что лекция потрясающая и супер от первого слова до последнего слова и вот доктор Савин Платон я честно говоря сама не очень понимаю этот вопрос но он спрашивает лечение тахикардии на догоспитальном этапе при получении бета-блокаторов то есть видимо предполагается если пациент с ДКМП получает уже бета-блокатор чем ему лечить тахикардию ну смотря какую видимо да ну безусловно единственное что тоже очень так условно могу сказать что если пациент с делегационной кардиомиопатии а это подразумевает низкую тракцию выброса то у нас в общем выбор ограничен лишь только амилдарон может быть назначен в этом случае и да назначение бета-блокатора и допустим и амилдарона вполне ценность спасибо спасибо большое и доктор Анна Савельева спрашивает признаки некомпактного миокарда по данному их кардиографии являются ли показанием к назначению дезагрегантов вы знаете здесь безусловно некомпактный миокард это отдельная тема для разговора и наверное здесь во многом зависит от того есть ли дилитация есть ли низкая фракция есть ли нарушение ритма сердца то есть только наличие некомпактного миокарда без декомпенсации без клиники сердечной недостаточности без нарушения ритма сердца в тех случаях когда исключена тромбофилия у данного пациента назначение не нужно то есть в общем-то нет такого знаете вот некомпактный миокард обязательно назначить либо антикоагулянт либо антиагрегант все конечно зависит от конкретного случая и от этих же некомпактных сценарий тоже знаете такой вопрос сложный на сегодняшний день он не решается однозначно потому что у нас сейчас очень много случаев гипердиагностики то есть здесь тоже нужно наводить порядок Елена Николаевна мы очень надеемся когда-нибудь услышать то как вы выскажетесь по этой теме может быть мы с вами определимся со сроками еще послушаем вас по теме некомпактного миокарда не обязательно очень скоро но мы будем это ждать потому что вот сегодняшняя лекция по ДКМП ну на мое восприятие она была просто потрясающе объемной так много новой информации допустим я для себя узнала так много важных практических вещей что теперь очень хочется слушать вас еще по некомпактному миокарду и по другим тематикам пожалуйста не оставляйте нас мы очень надеемся услышать вас снова и мы очень 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 глубоко и сердечно благодарим вас за сегодняшнюю школу спасибо вам огромное спасибо вам большое за такие слова вы знаете очень приятно это слышать и я думаю что сейчас тоже слышат меня и сотрудники нашего отделения мои коллеги мои помощники мои ученики которые тоже приняли активное участие в подготовке этого доклада здесь изложен материал нескольких диссертаций которые в ближайшее время будут защищаться у нас в институте и одна из этих диссертаций и по некомпактному миокарду то есть у нас есть уже специалисты которые специализируются по этой проблеме и я думаю что вполне реально будет выступить и поделиться теми знаниями которые мы имеем на основании опыта работы в нашем отделении на основании опыта и анализа литературы я думаю что это действительно будет очень полезно и важно что мы понимаем насколько это сложный новый материал и пока видим трудности которые испытывают коллеги при разбои вот этих случаев поэтому наверное действительно это будет полезно мы с удовольствием примем в этом участие спасибо огромное Елена Николаевна и благодарим ваших соавторов Лейлу Ахатовну Гандаеву и Ольгу Николаевну Жарову спасибо огромное спасибо им огромное и низкий поклон спасибо вам за внимание дорогие коллеги мы прощаемся с вами до новых встреч